так доброе утро ребята 7 05 начинаем новую неделю понедельник так скажем о позавтракали помыли сходили в туалете хорошо что был кэш а то можно сказать бы зря ходил кстати закончилась мой капсульный кофе когда-то приобрел на алиэкспресс вот такие вот штучки 3 в одном упаковочка и знаете просто все очень просто насыпаешь сюда кофе лопаткой такая вот пачка я купил их так для пробы лопатка есть такая вот чё . есть так она выглядит открываешь засыпаешься кофею закрываешь чик правильно ставишь дырочки назад там есть такое как бы отверстие маленькая ячеечка и аккуратно закрываешь знаете нормальный кофе получается конечно просто не так быстро как капсульный надо засыпать да там при и закрыть кофе нормальный чем больше его травмбург тем он крепче получается так скажем все правильно дел по-моему неправильно вот это должно идти сюда да так кстати приобрел в экшен за 16 евро вроде нормально работает просто гаджера не совсем хорошо слышать ну все ладно отстояли паузу сколько нам сто один километр с богом погнали все нормально погода я вам скажу это что то говорят жара жара в августе но вообще и хорошо тут километре был магазин есть вернее магазин мне так и не удалось с него сходить потому что хорошо что я не пошел пару раз порывался хлеба мне надо было бы прикупить но короче блин пошел дочь вернее все время шел дочь с одной стороны хорошо что нету жары с другой стороны вот хотелось прогуляться буквально через мостик пройти и все и метров 800 где-то там магазин я видел там ребята ходили когда я приехал субботу но только в субботу потому что он вчера работал до 8 вечера он блин ребята погода не давала сожалению так значит смену открыли страну открыли едем нам до границы по моему 50 километров если не ошибаюсь скажу точно да ровно 50 километров до границы на немецкой кстати мы едем в нойс это германия да кто смотрит мой канал тот знает вчера мне женя женя приятели кстати пишет но как отдыхается как там жара не жарко и окружение какая жара тут проливной дочь фигарит сегодня он пошел там ветер дождем даже не пахнет ой жарой даже не пахнет сами видите какая погода не знаю где-то на прошлой неделе читал во вторник во вторник по-моему что в германии там какой-то ураган видимо это отброски этого урагана ветер в беларуси там жена в деревне ветер шквальный короче погода нелетняя не ну в беларуси хоть солнце жарко но сильный ветер ну что мы едем погрузку на 6 утра до 4 дня загрузиться то есть проблем нет до пятницу мне плейлинг что-то блин 5 часов вечера сдал мне погрузку другой стороне от базы 90 километров я поехал поменял там контейнер а из порта не смог выехать потому что сломалась машинка сломалась там деталь турбопривода какая-то там электрическая электронная я не знаю там течение буквально 5 я должен был закончить смену 21 45 я ее закончил 21 15 достаточно оперативно приехал там парень с голландии определил на компьютере что у меня именно сломано сказал если есть деталь на складе то хорошо но оказалось что она есть а так ведь надо было бы ее покупать 2000 долларов евро стоит так по 800 он сказал я кстати посмотрела на 800 и стоит в интернет магазинах там но это был спец сервис дафовский короче поменяли я думаю и по гарантии поменяли потому что машинка на гарантии ну как минимум деньги вернет гарантийная служба в порту ко мне отнеслись очень хорошо с юмором с пониманием будет будешь здесь ночевать выходные я грудь не не менее но я просто даже выехать не мог машина просто строила двигатель вообще не дергалась место там переночевал ну послал эрику сообщение поскольку вы должны быть на базе у меня получалось что я пятницу не смог бы сдать контейнер не доехал бы и получить надо опускать на в субботу они работали до 12 у меня если бы они не работали в субботу ты пришлось ночевать бы там в районе порта сорокопятку проводить так скажем я бы написал потому что я еще раз повторюсь давно мне такого не было я очень лояльный к этой компании пытаюсь сэкономить пойти навстречу руководству в том плане что я посчитал что и мне ехать на базу 90 плюс 220 километров это 310 и еще обратно где-то 200 получалось бы короче я посчитал было 560 километров с места то вместо погрузки мне получилось 90 плюс короче там получалось 280 километров то есть я конечно мог ехать на базу без зазора да потому что правило такой сорокопятка надо проводить на базе я написал эрику что лучше сделать так и так для меня нету проблем сорокопятку провести мне базы но эрик говорит ну да наверно лучше езжай в сторону ну loading direction это я плавник напишу что что за ерунда такая что у тебя нету двадцать четверки почему они задают такую плану действительно блин вот реально на пять часов вечера мне дают задание на контейнер в другую сторону от базы ну это их разборки если парик сказал ехать на базу ну что я поехал бы суббота на базу ну я ему написал еще эрик не волнуйся я не буду писать я короче в понедельник пошлю клауди что я отработал пять дней не буду даже половину дня брать потому что я понимаю что конечно он был оплатил этими пять с половиной дня просто я думаю что он тоже расстроен был что машина сломалась и я не успеваю на базу а мне по сути надо было бы на базу документ я уже две недели не был на базе я был на прошлой неделе по моему во вторник или в среду на базе но я как-то забыл документы оставить на столе ну ладно как есть так есть ну сам факт что эрик понимает что ну правильно я поступил не сделал не взял самостоятельное решение хотя если бы поехал бы на базу них проблем не такой вот я интересный чудак но реально повторюсь что давно у меня такого не было когда-то еще в том же я году ушел с бультиком в восемнадцатом году пять лет назад когда я работал в компании балтику мне слово лояльность начало тошнить потому что это выражение не лояльны там просили иногда сделать то что ты не должен делать но иногда не всегда но это компания компенсировалась я слишком лоялен был балтикому отдавал много усилий не вала не ночевал на работе я руководил отделом строительства всегда был на связи неважно где я дома на работе в отпуске белоруссии в латвии в греции неважно я всегда был на связи и решал проблемы там с управляющими бывало и по субботам ездил на эти встречи блин собрание ну это больше слова лояльность отвращение не ко мне относилась а просто к моим работникам которые моим подчиненным которым почему-то не оплачивали некоторые часы которые я писал а потом еще за это говорили что он не лоялен но зашибись ребята что такое лояльность компании можно там задержаться например у тебя там план тебе дали дополнительное какое-нибудь задание и ты едешь да за деньги но у каждого семья и знаете когда человек говорит я не могу ехать там на вечерний выяснила там дочку или сына забрать садик или со школы один раз второй раз потом потом начать такое выражение ты не лояль ребята блин это ненормально вы попросили вы попросили человек отказался не каждый раз на просьбу должен человек соглашаться значит ищите такого кто кто свободен кто свободен в конце концов даже за двойную плату ребята не ехали потому что ну действительно семья то важнее из-за этой компании я помню я просто я не был на выпускном дочки в садике надо было надо было надо было работать такая вот ерунда что еще сказать да вот но и скажу так что и работая в другой компании неважно фикс хайстер камп карга транс я бы без зазрения совести шел на базу реально без всяких проблем и даже без зазрения а здесь нет все таки я дорожу своим местом мне нравится эта компания мне нравится босс мне нравится атмосфера мне нравится работа поэтому немножко я повернулся обратно в сторону лояльности такие вот дела по поводу почему я оказался на паркинге в 45-ку хочу хотя повторюсь что мы должны ехать на базу ну действительно какая-то ерунда не знаю там пускай эрик разбирается там вообще получилось интересно в пятницу я получаю задание взять в порту пустой контейнер номер какой-то и ехать на погрузку туда-то окей я приезжаю в регистрацию завожу номер контейнера который я должен взять он мне пишет что такого контейнера нет но я вижу на тикете нет такого контейнера я делаю фотографию отсылаю им что нет такого контейнера иду в ресепшн а кокошку набида такого контейнера нет и тут получает них информацию вы должны взять пустой контейнер поехать на место загрузки там и там поменять этот контейнер на этот контейнер ехайды так вы тогда правильно пишите что ж вы заводите заблуждение драйвера что взять здесь поставьте другой график где я поеду на загрузку что там я должен взять этот контейнер ладно думаю ерунда какая-то а до этого Витас ехал я у него спрашиваю звоню Витасу у тебя была такая ситуация что ты получил задание он говорит я ничего не получил просто взять пустой контейнер и ехать туда окей я говорю мне такое будет странно мне такого никогда не было не прошло и полчаса Витас звони звонит мне говорит слушай Олег у меня проблемы мне на Францию идти я заехал в порт но не увидел что стоит задание что я должен взять контейнер под таким номером а я по привычке вел empty я говорю вот видишь Витас то же самое мне пришло ты видишь никогда такого не было говорит что мне делать я сейчас еду на выезд чтобы заходить рецепшен я вам говорю Витас стоп никуда не уезжай пиши в пленнинг один простой вопрос какой номер контейнера ты должен взять потому что мне опять же написано взять empty контейнер в порту в порту си сети номер такой-то и ехать вамплер 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 афлер ну короче туда где мы меняем контейнера там взять контейнер и ехать на Францию он говорит и что будет я говорю ты увидишь они тебе скажут что ты возьми любой контейнер пустой а вот этот ты возьмешь там ты уверен я говорю блин Витас ну хочешь выезжай увидишь а вдруг тогда я могу взять пустой контейнер сразу я говорю нет Витас а вдруг там будет написано что именно это ты должен взять контейнер вдруг у тебя не ошиблись в итоге он написал говорит да слушай они мне написали что я должен взять пустой контейнер а этот там я говорю вот видишь а ты говорил что такого не бывает какая-то фигня в пятницу произошла я не знаю кто там в плайнге сидит надо будет Эрику показать и задать вопрос что я должен был сделать в сети порту а потом показать переписку еще типа там не без извинений без ничего потом когда я я в порту застрял я пишу им сбросил контейнер такой-то взял такой-то контейнер ну как обычно отослал потом пишу им когда встал сломался пишу им не могу выехать из порта сообщил ну engine работает ненормально машина останавливается сообщил Эрику они мне пишут получилось я им отослал сообщение что взял да то есть что выезжаю и минут через десять я им отсылаю что не могу выехать из порта они мне присылают вопрос вы взяли полный контейнер и сбросили его в порту я сначала не понял о чем они говорят ну вы взяли контейнер и сбросили я прочитал так я не заметил что там написано взяли полный контейнер и сбросили его в порту я пишу я сбросил но не могу выехать из порта они мне пишут а а вам не надо ехать было в этот порт потому что у вас есть другое задание на понедельник я им опять пишу что я сбросил контейнер в супер маритаймс они в си сети я не могу выехать отсюда а не си сети я не ну не могу выехать как там порта назывался ну Блиссингем короче он говорит о сори my bad ну елки-палки вы же читаете письма я не знаю там или там мне то порой кажется что там два человека отсылают потому что бывает я приду приеду в си сети отсылаем нет информации отсылаем what's the next через две минуты через пять минут приходит мне задание окей а потом через пять минут приходит ответ на мой вопрос what's the next что вы же получили задание ну ребята ну блин как-то немножко надо по-другому блин либо кто-то один отвечает либо второй я пишу да уже получил после того как отправил письмо кто-то один блин отвечать то получается какая-то ерунда мне вот еще интересно спросить у коллег получали они такие вот письма которые вводят в заблуждение драйвера вот реально хорошо уже знаете знаком с этой ситуацией со всей в порту можно там cancel сделать потому что опять карточку засунул и когда он мне выдает что сдаешь это да забираешь этот я нажал что нет не этот просто пустой такая вот фигня это все это маленькие задержки вот и то же самое спрашиваю у них еще когда меня трема не монет ремонтировали спрашивают до скольки работает порт сегодня и до скольки он работает завтра если я сегодня не смогу сдать один вот этот мне пишет порт работает до 8 вечера окей через пять минут приходит порт работает до 22 хорошо бы если бы вы сдали контейнер сегодня но если не сдадите то порт работает завтра до 12 я говорю опять два человека отвечает мне кажется что тот который написал до 8 он либо новичок либо студент либо некомпетентен нет я ничего не хочу сказать но просто какая-то немножко неразбериха была в пятницу зачем водить я теперь если буду получать такую информацию я буду писать какой кон почему вы пишете номер контейнера не какой контейнер я должен взять порту если любой то зачем вы пишете номер контейнера вот такая вот штуковина теперь вчера прочитал алекс мой подписчик постоянный много мне советует комментирует спасибо алекс тебе пишет что в энлу пару паркингов есть платных странно что не разрешают становиться на них да нет разрешает на них становиться ну в экстренных случаях понимаете никто не заставляет тебя гнать если у тебя завтра в 8 там выгрузка ну в 8 утра ты можешь спокойно не доехать там 100 километров 80-50 зависимости от ситуации и идти на паркинг либо искать паркинг где-нибудь не доезжая я же по своему характеру стараюсь доехать по максимуму было вроде но я поехал туда думал найдут да там видел пару платных паркингов я мог запросить эрика чтобы встать на платный паркинг и я не думаю что были бы проблемы были бы просто вопросы зачем ты поехал тебя же выгрузка там в 8 утра а зачем ты до конца гнал ну я вырабатывал свое время если ты мог стать там на парке и он бы прислал мне точку паркинга хорошего либо сказал ладно иди на паркинг но больше так не делай ну зачем мне нужна вот эта галочка что я вот сам лох и поехал туда вовут ну я нашел там паркинг конечно если бы я не находил паркинг и у меня время не оставалось бы я бы безозрения совести бы сообщил об этом бы Эрику и он бы дал бы мне платный паркинг то есть не проблема просто босс да я думаю что не только в этой компании во многих компаниях считают там где нужно платить кэшем а не по карточке да шлагбаум открывается нужно заранее обговаривать варианты ты будешь стоять на парке нет он бы дал бы этот парк но сказал бы Олег больше так не сделай лучше заранее встань на нормальном паркинге и никаких проблем не будет вот как бы такая ситуация ну и там был продолжен разговор кто такой шофер что такое водитель я даже вот специально зашел в гугл загуглил что такое шофер что такое водитель шофер кстати интересная информация кажется слово шофер пришло к нам из железной дороги что означало по большую сути кочегар и описывается шофер это профессиональный водитель который может вести машину а также может и сделать мелкий ремонт но привести машину до точки выгрузки там или загрузки да и только ну не то чтобы небольшой а вообще ремонт машины то есть можно сказать механик а слово водитель это более широкое слово которое включает в себя и шофера и профессионального водителя и любителя и просто владельца автомобиля то есть я считаю что мы все таки не шофера а мы водители тем более я вам скажу честно я не механик я не лампочку там кабеля там да какие то вещи я могу починить но не больше я даже никогда не не пытался и не буду пытаться заменить колесо сделать какой-то большой ремонт со шлангами да с кабелями да с лампочками да но лезь туда куда да туда куда не понимаешь я это он когда был работал в этой называть уже забыл геннадия компания как же это называлось когда на скане у меня полетел инжектор форсунку форсунка короче полетела я это он поднимал кабину там что-то прокачивал хотя я не больше так делать не буду пошли нафиг потому что это все опасно блин вот то есть вот шофер это тот человек который может сделать ремонт машины на на современных машинах лезть туда не надо кто не будет из водителей менять коробку передач не ну конечно есть фанаты своего дела но но я не фанат я реально водитель и потом когда в объявлениях пишут никто не пишет требуется шофер требуется пишут требуется водитель категории такой и так спросить кем ты работаешь говорят по дальнобойщикам хотя слово дальнобойщик по моему любой кто сел на фуру не важно где он работает он говорит что он дальнобойщик хотя ездит в одном и том же направлении 150 километров сюда сюда ночует каждый день дома он очень такой дальнобойщик ну ладно это уже другая ветвь разговора а вот поэтому когда спросишь кем ты работаешь никто не говорит что я работаю шофером говорят водителям фуры водителям автобуса водителям троллейбуса а не шофером просто как-то может быть это сольется и станет синоним синонимом когда-то шофер и водитель но я считаю что это водитель человек который может доставить груз имеет право и может доставить груз с точки А в точку Б при этом блин учитывая все нюансы работает со всеми документами и если раньше еще был водитель типа экспедитор тогда вот вот мы водители экспедиторы а не шофера экспедиторы ну я думаю что этот вопрос мы уже закроем потому что сколько людей столько мнений но знаю многих водителей которым слово шофер оно не симпатично так что вот это мои мысли я вот считаю так что водитель это персонал тот же самый шофер только он не механик он еще плюс экспедитор плюс то что он может работать с навигационной системой и может работать с документами и может грузить и может выгружать то есть вот это водитель категории ЦЕ то есть такой же профессионал как и имеется ввиду шофер ну ладно ребята видите погода не ахти мы едем мы в Германию надо будет там где-то остановиться встать на на эту самую на паркинг и забыть везти страну 16 километров до перехода границы и 13 там какой-то я не помню был там какой-то паркинг не было ну где-нибудь там ведем это уже получается как бы третья дорога и по моему тут попадем в ремонт дороги придется нам объезжать потому что со стороны базы ехать там в одном месте ремонт был и надо было по другой дороге ехать может быть сейчас это и случится ну если что расскажу так что вот так ребята еще раз всех с добрым утром с начала понедельника напомню третья неделя моей двенадцатой каденции на которой я планирую пробыть 8 недель так что встретимся в Нойсе ну или где-нибудь там уже менее километра нам доехать осталось а потом 195-20 но дождик как обычно в Германии значит пробочки на дорогах вот уже в Нойс мы заезжаем интересно там сейчас там ремонт был я помню здесь надо было с другой стороны заезжать нету ремонта смогу я въехать или фиг там в эту узкость или надо проехать лучше дальше нет, надо здесь попытаться завернуть вроде там сейчас сделали нормально они а то было вообще узко-узко в прошлый раз пришлось там вперед проехать и там с той стороны заезжать с той стороны заезжать все как бы от влаги все как как будто я был под дождем и сейчас надо 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 начать чуть-чуть окошко приоткрыть чтобы влагу так 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 будем залезать в эту дырочку так 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 вроде получается пока заехать в прошлый раз бы не получилось это нормально вот вот этот забор стоял еще на метр на асфальте не знаю там туда специально поставили или кто-то блин его сдвинул так 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 сейчас нам налево надо будет по сути не должно быть сейчас много машин здесь есть кстати действительно где он это уже это почему я его не видел раньше но он где-то не здесь он где-то в другом месте но нет ну написано ауди где он там ауди я что-то как-то не видел даже надо бы мне сходить хлеба купить хлеб блин немецкий неделю он еще держится больше недели уже все что делать да так 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 Тут там стоит как-то странно Харибо Мы остановимся возле забора И пойдем сходим Заезжать сразу не будем Потому что тут, блин, паркинг такой Не алло, так скажу Или проложить Да не надо, я уже приехал Приехали, пойдем Ну что, загрузились Все как обычно здесь Происходят Ничего нового Ничего нового Как обычно конфетки дали Вот такие Для племянников Так что Все Едем Как и положено Все сети Все вроде Со всеми рассчитанными Такие деловые Мне на крампе Я говорю, хорошо Какие проблемы Езжай Так ты стоишь Я же документы жду Такой, блин Интересный Он документы ждет Ну Забыл выключить Сейчас доедем До перекрестка И поставим Ждем документы Ждали документы 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 Которые Можно было Вложил туда Интересные такие Чудаки Вот, блин Я никогда не подхожу К водителю Не требуя, чтобы он отъехал от рампа Если он не отъезжает от рампы Значит, у него Там какие-то дела Что-то он делает А то, что ты там торопишься Ну, извини, блин Я тоже тороплюсь Пока мне дали бумаги Мне их надо же еще, блин Отправить Фотографировать Заполнить Отправить И тогда я только могу выезжать с рампы А не тогда, когда Кто-то Вдруг захотел Чтобы я уехал от рампы Вот, реально Я еще помню Со времен Троллейбусов Я никогда Не бибикал там Не Не кричал, блин Что ты давно Будто медленно едет Или еще что-то Ну, значит Значит, такая причина Что он медленно едет Блин А, не Ну, да Вот А почему только пряну Что, там закрыто, что ли, или что Там разделительная фолаша Здесь-то я и не могу На ней, по-моему, за ней Или за другой Момент поворота Вот, врубили Пипец Ну, левый поворот Заговите, стерелка? Сейчас опять кто-то будет Пукать Сейчас повернем Договорю мысль Так вот Я никогда Не кричал На коллегу Что медленно едет Что за фигня Там То же самое Я у меня и здесь В дальнобой Я никогда Не кричу Кто-то медленно едет Было один раз Но там конкретно Можно было ехать 70, когда ехал через эти туннели А он едет 50 И собрал там целую Эту саму И тогда я вот нервничал У меня там времени не хватало Но просто чудак реально нарушал Перед ним никого не было И он ехал медленно Это, как бы, ну Нарушение По большому счету Тормозит движуху Вот у него там и было написано Там 80 он едет Вот так Едь 80 А что ты едешь 50 Такую свадьбу там собрал Там в комментариях писали Это, наверное, это была гертека Да не важно, что это было Но там реально, блин Чудак просто конкретно нарушал И он не шел на паркинг Он шел просто, блин Я не знаю почему Но тогда я нервничал Но я не бибикал ему Просто я Про себя ругался Вот То же самое, когда К рампе Стою, жду Но если человек не отъезжает Значит Он не просто там Спит или что-то Все может быть Вплоть до того, что у него Время, блин, закончилось Он должен паузу сделать Понимаете? А мне, кстати, блин Паузу надо было бы сделать Будет Через два часа С половиной Через два сорок четыре А мне ехать Два тридцать тридцать Типа показывает Ну, значит, будет пауза По дороге Так вот Я не понимаю Драйверов Коллег Зачем Вы нервируете человека Ну, стоит и стоит Значит, надо так Сами нервничайте Может быть, вы еще пойдете на склад Скажете, что так долго грузите Мне нам ехать надо Мне быстрее загрузиться надо Знаете, как у меня было в Карготрансе Блин Диспетчер там, Ольга такая Вообще не Почему тебя так долго грузят? Пойди скажи, чтобы они быстрее грузили Ты что, больная? Я говорю, я сейчас вам дам телефон Звоните и спрашивайте Вы что, блин? Совсем уже, блин? С головой? Какой-то менталитет непонятный Тетка из Санкт-Петербурга Живет в Германии Всех под одну гребенку Что-то мне там начинают Разговорят Это тебе не Россия Слушай, девушка, блин Ты, наверное, что-то попутала, блин Это вот для тебя Это не Россия Это Европа Так что работай как надо Работай А не требовать у водителя Что он требовал К этому самому Почему вы трубку не берете? Блин, потому что я крампе становлюсь Мне что с тобой? О чем разговаривать? Многие водители, я там помню Как Гатранзе говорили Ты мне не звони Потому что когда ты звонишь У меня, блин Все, желание работать отпадает Если что-то надо Пиши сообщение Какой-то бред там Мне пишет, блин Такая, блин Ой Она звонит уже с утра Уже такая Как будто ее уже Она уже Устала Она уже обижена Уже все Жизнь закончилась Как вспомнишь Блин С такими диспетчерами Конечно, работать Это просто ужас Но не знаешь ты работу Так ты, блин Спроси у человека Знающего А не надо свои правила Какие-то придумывать Нельзя, говорит Грузиться на молоточках Ты что, больная? А на чем надо грузиться? Потому что 10 человек работают Но это не мои проблемы Если я сам гружусь Что значит На молоточках нельзя? Ну вы же не грузитесь А что я делаю? Я нахожусь вне машины Меня грузят Я сразу ремни кладу Вот когда ремни кладете Тогда включаете молоточки Что, больная, что ли? Мне что Через каждую минуту бегать Включать молоточки Отключать молоточки Включать молоточки Отключать молоточки Это был пипец Какой-то Ну ее нахрен Здоровье ей, конечно Но это не ее работа Я вижу, вы на паузе стояли У вас уже типа Я не стоял на паузе У меня выключен двигатель Я его выключаю Когда делаю перецеп В следующий раз говорю Я не буду его выключать Чтоб вы не думали, что Вы дали мне задание перецеп делать И он говорит, что я стоял на паузе Вы, блин Свои машины сначала почините Замки, блин Чтоб они нормально открывались Закрывались Вернее, открывались Когда прицеп Люди придумывают Рацухи Блин, резинки ставят Какие-то, блин Чтобы, блин, отыть замок Ладно, ребята Все это фигня Даже загрузили Сообщили Едем 5,5 километров Остается нам До Си сети Получил задание Надо будет проехать Потом еще 20 километров Я там уже был По-моему, в конце Прошлой каденции Крокс Еврокрокс Загрузка там Типа с 12 до 7 Ну, там Небыстрая загрузка Там По-моему, они руками Грузят эти Кроксы Я там, помню, еще не так заехал Сначала не туда заехал Ну, в эту фирму Надо было только в другое место заезжать Потом не туда заехал Потом выезжал Потом пошел Там надо было в другое место заехать За угол там Где-то Короче, там как-то было Потом Потом опять, по-моему, выезжал Какие-то там ворота Долго не открывали, я помню Народу никого не было Я вообще один грузился там Достаточно долго Витас тоже во Франции выгрузился Нашел магазин там На этом паркинге рядом Это 800 метров Там магазин есть французский Пешком прошел Там зашла к балму Я что-то как-то не пошел Тогда Ну, теперь буду знать Что магазин там едет А это хорошо То есть, если я пойду во Францию Значит, я не останусь голодным Можно будет сходить Ну, мне, по сути, надо было бы на базу эти выходные ехать Как я понимаю Менять машину Ну, посмотрим Что там плейнинг скажет Упс Посмотрим, поглядим Поглядим, посмотрим Ну, сейчас задача у нас Заехать в Си-Сити И сдать Сдать, сдать, сдать По-моему, будет 137 А я даже не смотрел В принципе Порт назначения С Ниминген То 411 Если Другие порты То это будет 137 Так, я еще при кассе Ни разу не попользовался Не было возможности Охо-хо-хо-хо-хо-хо Вон, мне перерыв через 15 минут найдет Что-то я как-то Забыл совсем Про это время Не пикает Вот я знаю Я знал, что У меня был там запас Где-то 10 минут Остается 15 Отыграл 5 минут Мне этого хватит Чтобы доехать И сдать контейнера Сдать, получить Тогда сделаю паузу, наверное Ну, если долго будут Заниматься этим Значит, тогда в процессе Будем делать паузу Польский парень Уехал Вчера еще картошечку я делал Надо будет у нее доесть Чтобы она не скисена Потом С купатами Хороший нашел упаковку Шесть багет Таких Короче, шесть половинок багет Я бы даже сказал Что-то типа Пицца А не багета Только В виде батончиков Напополам Так, ну что там Машин много? Да нет, много машин нету Наших не вижу Да, наших нет По крайней мере Возле Регистрейшн Возле Регистрейшн Эри Конечно Опа-на Голландцы Интересные Так, ну что Будем заезжать Пойдем на регистрацию Да, никого нет Все либо уже уехали Либо еще не приехали Ну конечно Одно из двух Такое интересное Что они туда едут В елку не умеют парковаться Или проложить Да не надо Мы уже приехали Все, прибыли Спасибо за просмотр Спасибо за субтитры Алексею Игорь Негода Михайлов Спасибо за субтитры Алексею Игорь Негода